ОМТВЮА. Про Головне. Не кричи, не кричи. Так я вообще просто не слышу, громко разговариваю. Где ваша Украина взялась-то с историей Руси? У вас Украины не было? А куда она делась? Если ты тупой, не знаешь. Послушай внимательно и запоминай. Ну давай, запомню. Запоминай, как тебя зовут? Меня зовут Игорь Вадимович. Да, Владимирович. Вы отче наш знаете? Нет. Не знаете отче наш? Нет, я атеист. Я атеист. А, вы в Бога не верите? Нет. Но поверь. Когда от тебя придут солдаты России, когда тебе дуло пистолета к колбу, читай отче наш, понял? Нет. Выучи отче наш, молитву будешь. Зачем? Когда ты Богу душу отдавать, ты должен читать. Отче наш, ты понял? Не надо. Я буду смотреть через прицел автомата. Ты будешь говорить. Спасибо великой русской армии, что вы пришли меня освобождать. Вот смотри, вы пришли в Украину и вы уже уничтожили много городов. Как же вы освобождаете, если вы города уничтожаете? Это силы от этой нечисти фашистской. Так нечисть фашистская это вы? Да ты фашист. А в чем? Обоснуй. 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 В чем я фашист? Завали. Завали. Специальная военная операция закончилась Стамбулом. Мы воюем с НАТО. Вы ничтожество нацистские. Не бывает ничьи. Я еще раз говорю. Мы убьем. Будет больше убитых. И со стороны России. И со стороны Украины. Мы убьем всех нацистов. Всех. Да убивайте. Ничья с вами? С Гитлером ничья была возможно? С братской? Никакой. Какой вы нахрен братский? С братской Украины. Вы не братский. Вот Лукашенко пусть с вами ничью играет. А у нас с вами никакой войны. У нас с вами война на уничтожение. Семеновцы закрепились. Они выглядят на правом березе уже. И понимаем, что Новобахмутовка там тоже все непросто. И поведомляют тоже про просувание там. Поруч в Соловьовом. Как вы расцениваете? Чи можно будет? Чи вдасться зупинити их в том вузьком месте. В напрямку на очеретене. И не допустите просувания? Действительно. Ситуация на покровицьком напрямку зараз остается не более сложной. Зависимо на ту динамику, которую мы бачим в продаже уже несколько дней. Начиная с 20 квитня. Тобто фактично зараз ворог намагается просуватися в очереденном и далее на захід в бік населенного пункта прогресс. Это усилия, которые у ворога зараз поддерживают значительно количество особого склада. За цим напрямком у противника, я думаю, трехкратная перевага в живой силе. Туда он скидывает свои резервы. Даже там появляются первые части новосформованные 27-й дивизии. То есть фактически зараз ворог основные усилия кидают на очередене. И насамперед на расширение цего влияния. Потому что мы знаем, что боевики идут и в Новоклинному, и далеко от Новобахмутовки. Ворогу удалось залезти в Новобахмутовку. И фактически это Новоклинного и Новобахмутовка. Это два населених пункта, которые находятся на певдень и на певдень от очереденного, чтобы расширить это влияние и ускладить какие-то контратакующие действия, которые могут быть с украинской стороны, чтобы перерезать это влияние. Но повторю, сейчас ситуация такая, что сейчас мы проводим оборонные действия. Півроку затримки боеприпасов, они вплинули на наши спроможности. И сейчас мы насамперед вимушены утримать противника за счет живой силы и особого склада. И мы видим, что не всегда это происходит. Мы знаем историю по 115-й бригаде, где как раз особливости оборонных бригад вплинули на просувание противника в очереденном про дии, которые совершила 47-я бригада, чтобы утримать просувание противника, это сейчас вдаётся. Там сейчас разгорнута сотая бригада, которая так же действует на этом направлении в зоне очереденного. Но в любом случае мы понимаем, что если противник будет мать подальшую перевагу и військовое керевнице на вторую линю оборонных бригаде, которая там у нас подготовлена, иди там по лініи, что напоминяюсь, прогресс, Карлівка, Комишевка, это как раз довж водных перешкод. Ця линя обороны подготовлена, это мы знаем, но в любом случае мы понимаем, что сейчас основные усилия наших войск керуют на то, чтобы максимально давать удары по противнику, сделать уничтожение его живой силы и утримать противника от просувания. Но, повторюсь, эта линяка как раз просувания от очереденного, оно створяет певные практические загрози для наших войск, и сейчас, главное, что они не переросли в какие-то там оперативные успехи противника. Виснажение противника так само суттево, как и в наших войске, сейчас, думаю, все будет решать наявность резервов, наявность артиллерии, ну и разумение особенностей обороны на цей линейке. Да, то есть разумело, або разрезать ось цей клин на очереди, або тримати лінію оборони по речці Вовча, про яку ми колись говорили. Если от оперативной обстановки перейти до того, что мы спостерегаем фактично смену тактики обстрелів по тилах, то, как раньше по генерации, то за одну добу фактично по залезничных вузлах Укрзалезници лупили. Харківщина, на Черкащині, на Сумщині ці удари, і зрозуміла логика, тобто перебити логістичні ланцюжки. Але ж нам самі спицы казали, що удари по залезниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залезниці це значно швидше, ніж будь-які там генерації чи критичні інші об'єкти. Наскільки довго вони будуть триматися о цієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну, насправді, давайте почекаємо, наберемо певно там дані для аналізу. Як на мене, поки що ці удари по залізницям скоріш скеровані на продовження цього психологічного тиску російських терористичних військ, які скеровані на те, аби забезпечити, мені кажучи, вбільшення потоків біженців з Харкова, з інших населених пунктів, аби, мені кажучи, реалізувати цю концепцію випаленої землі, яка зараз реалізується з використанням кабів на суміжних ділянках, на суміжних областях, які межуються з Російською Федерацією. Зараз до цього, як ми бачимо, додаються ракетні удари, і ця тактика, як на мене, буде тривати ще... Размір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярд економічної допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, що США об'язані предоставити Києву дальнобойні ракети Атакмс. Це серйозне оружі. Те самі ракети, котрими Україна накануні ударила по нашому военному аеродрому. Джанкоя об'язані республіканців проголосувати швидко і положительно лічно глава Пентагона Остин. Палат представителю министра обороны США опять впугав Путина. Сказал, що якщо США не поможуть Києву, то сдерживати російські войска треба буде Прибалтики і Польщі.